Добрый день. Прогулка по реке Манавгат на курорте Сиде. Прогулка проходила в середине ноября, даже в 20-х числах ноября. Прогода была прекрасная, хотя время уже позднее, не сезон. По реке Манавгат отправлялся круизный кораблик, вроде тех, которые вы видите на экране. Но, что обратило на себя сразу внимание, вдоль берегов было очень много таких кораблей. Сезон закончился, и их сюда привезли на зимнюю стоянку. Они стояли в несколько рядов вдоль берегов с обоих сторон. Или с одной стороны. По-моему, с одной. В общем, они стояли с обоих сторон вдоль берегов. Они были вытащены на сушу и стояли на подпорках. Не знаю, как их вытащили туда и как это удалось, но, в общем-то, выглядело это впечатляюще. То есть, их были десятки, этих кораблей, если не сотни. Были современные, были старые. Почти все, практически все были украшены разным образом под пиратские суда. Висели пиратские флаги, фигурки пиратов и так далее. В промежутках, где кораблей не было, сидели местные рыбаки. Это был выходной день. И люди, в общем, отдыхали на рыбалке. Вода в Манавгате, она такая вот, как в пруду, такая гладь водная, ничем не замутненная. Вот, кстати, посмотрите, стоят корабли на подпорках. Прямо на подпорках. И я понятия не имею, как это удалось, какими техническими средствами их удалось вытащить на берег и так там установить. Почему их вытаскивают на берег и оставляют не в воде, тоже непонятно. Может быть, река замерзает, и чтобы лед как-то не повредил эти суденышки. Все они, кстати, довольно старые. На борту видно, что им много-много лет. И, в общем-то, ну, есть, конечно, новые посудины, вот, вроде вот этого, трехполопного. А вот наш карк-капитан в полосатой рубашке за штурвалом. И вот мы плывем по реке. Есть сравнительно новые посудины, но основное количество старых просто разукрашенных. Далеко на них не ходят вдоль берега, по реке, вдоль берега и обратно. Учитывая их ненадежность. Видите, тут из пиратов Карибского моря, все по темам пиратов Карибского моря, все обустроено. Вырезаны фигурки пиратов, они стоят на носу, на корме. Вот это относительно новое судно. Здесь просто поставили фигурки на корме. В общем, выглядит все это очень необычно. Вот эти фигуры. Называется судно Моби Дик. Вдали видны Таврские горы. Они невысокие. Вот они с Моби Диком на корме. Да, вот горы. Они сравнительно невысокие, вроде Крымских гор. Может быть даже чуть повыше. Ну вот река Манавгат. Река по пути у нас был привал перед впадением реки Манавгат в море. Там у нас был обед, и мы немного позагорали, дали нам искупаться. Пофотографировались. Вот стоит наш кораблик. Это вот именно наш, на котором мы плавали. Плавают совершенно простые посудины, вроде вот этой, которую вы сейчас видите. Она ничем не украшена. Просто кораблик и кораблик. Ну, на такие экскурсии, наверное, подешевле. Моя экскурсия стоила порядка 20 евро, что ли. Нет, долларов. Ну, примерно так. Вот. Иногда встречаются хозяйственные какие-то постройки вдоль берега. Фермерские земли, на которых выпасаются коровы. Но в основном по пути встречаются ближе к морю уже отели. Да, вот простой кораблик, маленький. Он нас обогнал, сходы у него быстрее. Помахали им руками. И они уплыли. А вот место, где упадает река Манавгат в море. Здесь специально установлены волнорезы с двух сторон, чтобы речные волны не разбивали берег, не размывали, и чтобы уходили прямо в море. Маячок там такой. И вот это мы уже плывем в море. Вышли в море вдоль побережья. Идем. Реги говорят, идем, не плывем. Вот. Вот мы идем вдоль побережья. Тут видны гостиницы уже появились. Вот это строящаяся гостиница. Погода прекрасная, тепло. Потом у нас... Вот мы доплыли до археологической части Сидеа. Вот храм Аполлона развалены. Что уцелело от храма Аполлона. Тут колонн много. Тут кафешки прибрежные, маленькие гостиницы. Вот в археологической зоне там маленьких гостиниц очень много. Небольших. Они там 3 звезды, 4 звезды. А большие вот эти монстры 5 звездочные, они туда дальше, по бокам. Вправо, влево. Храм Аполлона еще раз. Ну вот эти вот гостинички. Тут все переоборудовано на маленькие отельчики. Кстати, вот эти камни, мне кажется, их укрепили еще древние римляне. Граждане Римской империи. У них вид явно не современный. Чтобы море не размывало. Еще и на таких катерах бывают люди катаются. Римские развалины. Потом у нас было купание в открытом море. Тоже очень хорошо. Мы прыгали с корабля, с специальных помостов, с нашего кораблика. Глубина, вода кристально прозрачная. Вот палуба нашего корабля, туристы. Туристы из разных отелей. Нас собрал утром автобус по отелям. И привез на пристань, где стоял вот этот кораблик. И на нем мы поплыли. У меня создалось впечатление, что он немного наклонен был на левый борт. Вот. И, ну, в принципе, от берега мы плыли и шли недалеко. Поэтому можно добраться в плаву, если что. Но все благополучно закончилось. Кораблик, конечно, очень старый. Это вот еще археологическая часть Сиде. Центральная часть, где у них основные памятники сосредоточены. Ну и примерно вот стоя напротив этой части мы купались. Впечатление незабываемое, конечно. Когда прыгаешь с корабля, а под тобой там много-много метров воды. Чистейший. То это очень приятно. Вот эти гостинички. Пляжа тут нет, конечно, своего. Там они, не знаю, как они купаются. Но как-то выходят из положения. А это мы возвращаемся. Уже обратно идем в русло реки Манавгат. Эти маяки вот с двух сторон. Сейчас зайдем в русло и поплывем обратно к месту пристани. Нам обещали, что по пути мы увидим морских черепах. Но черепах мы, конечно, не видели. Ну, впрочем, было немножко жалко. Но все равно экскурсия мне очень понравилась. Благодаря вот этим корабликам, экзотике всякой вот этой. Было очень приятно на ней находиться. Расслабленный такой, тихий, спокойный отдых. С купанием. По пути был рыночек. Ну, как обычно, в Турции не бывает экскурсий без рыночка. Нас завезли на местный рынок. Товары завышенные. Там у моря такой временный рынок раскинули. Кое-чего мы купили и поплыли дальше. А вот в этих садках выращивают форель. Капитан поджарил нам форели. Он же был коком на судне. Пожарил нам форели. Очень хорошо поджарил. Очень вкусная была. И дальше мы плывем мимо корабликов, которые стоят. На зимнюю стоянку поставили. И наблюдаем, как строятся отели. И кормят вот эти садки. В левом нижнем углу видно. И там ходит человек с мешком комбикорма и разбрасывает форели корм. Они огорожены. Вот он этот парень. Сейчас он без мешка. Но так он шел с мешком на плече и бросал корм туда-сюда. Вот строится гостиница. Краны тут еще. Очевидно, по размаху видно, что это будет пятизвездочная гостиница. По пути несколько строек таких. Наверное, они уже сейчас построены. Вот огромный отель. С куполами. Вот он же. Ну, то есть, до моря все-таки здесь будут, наверное, возить. Потому что это на реке Манавгат. Наверное, до моря будут... В реке Брадель, когда купаться станет, до моря будут возить. Опять же, наш кораблик наклонен на левый борт. Крен небольшой, но есть. Что-то там не так в нем. Ну, в принципе, это нас не напрягало. Вот гладь реки. Видите, она какая бирюзовая. Прям не шелохнется ничего, как в пруду. Помост рыбацкий. Здесь местные жители закидывают удочки. Рыбаки. Ну, приятно в таком месте, наверное, посидеть. Рыбу половить. Кто любит. Где камыши, там рыбаки всегда. Там водится рыба. Гладь, как в пруду здесь. Удивительно. Река. Видно, течение очень медленное. Заросли прибрежные. Ну, вот рыбак. Немножко размыто получилось. Ну, что есть, то есть. Опять корабли на берегу. Как их весной стаскивают в воду, понятия не имею. Ну, как-то видно, стаскивают. Можете их на берег задаскивать, чтобы не платить плату какую-нибудь, налог за то, что оставил в воде в реке. А другие оставляют. Можете на ремонт вытащили. Вот наполовину вытащенные на берег. Живописное зрелище. Очень живописное. Я такого больше нигде не видел. Вот те на берегу дальше стоят. Там подпорочки такие, вроде как, и кажутся хлипкие. Но держат как-то. Все на тему пиратов Карибского моря. Все эти вырезаны. Рекламные штукенции. Русалки на носу. На форште, мне кажется, это правильно называется. Русалки. Или капитаны. Вот она, красавица. Или это Нептун. Это не русалка, это Нептун. С копьем. А вот наш корабль. Или не наш. Да, мы уже пристаем к пристани. Сейчас будем выходить. И нас опять развезут по отелям. Так что очень удобно. От отеля забрали, от входа. И в отель же привезли. Да, сейчас будем выходить. Очень удобно. Вот такая была экскурсия. Я бы еще раз на такой побывал. Спасибо за внимание. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Леонид Рудницкий. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok